Привет интернет, на связи Сбер. 12 ноября 1841 года по указу императора России Николая I были учреждены сберегательные кассы при Московской и Петербургской сохранных казнах. Правительство Российской империи активно распространяло мысль среди населения о преимуществах хранения средств в сберегательном банке. Для этого были разработаны первые рекламные кампании, которые увеличили число вкладчиков с 70 в 1842 году до 500 к 1860. Во второй половине 19 века количество сберегательных касс активно росло и увеличилось с 47 до 3875 штук, а число выданных сберегательных книжек превысило 2 миллиона штук. Такую историю Сбер любит рассказывать о себе любимом. И счастливый обыватель думает, ну ничего себе, какие молодцы, а хрен вам. На самом деле Сбербанк, он же Сбер, не является юридическим правоприемником ни банковской системы Российской империи, ни сберегательных касс СССР. Постановление ВС РСФСР от 13.07.1990 о Государственном банке РСФСР и банках на территории республики. Российский Республиканский банк Сберегательного банка СССР был объявлен собственностью РСФСР, преобразован в Сберегательный банк РСФСР и передан в введение Государственного банка РСФСР. 20 июня 1991 года регистратор Центральный банк РСФ за номером 1481 в любом отделении, кто ознакомливался с брошюрами Сбера, видел этот номер и собственно номер основания банка. В 1991 году зарегистрирован Сбербанк России. Это была регистрация нового юридического лица, а не организация или какая-либо иная форма правоприемственности. Сберегательный банк СССР при этом продолжал существовать и был ликвидирован лишь 1 января 1992 года. На и балово, скажете вы? Нет, это красивая сказка о светлом будущем с малость приукрашенным прошлым. Так, для пущего куражу. Вдохновились товарищи, а теперь погнали к отзывам. Пишет операционист, работает в компании более двух лет. Плюсы. При такой работе нужно постоянно обрабатывать большие объемы информации. Нет такого, что развыучил и пользуешься всю дорогу. Постоянно разные нововведения и хороший сотрудник должен быть в курсе, чтобы быстро обслуживать клиентов. Если вы к этому не готовы, то работать будет сложно. Плюс в том, что всю новую информацию сотрудникам дают заранее, успеваешь сориентироваться. Нравится, что я работаю в стабильной компании, которая не пропадает никуда внезапно, не выбросит на улицу без зарплаты бедного труженика. Даже пандемия по зарплате на сотрудников не отразилась. Это много значит. Что можно улучшить? Минусы для меня в том, что перерывы короткие, не всегда можно полноценно отдохнуть. Еще приходится обрабатывать большие объемы информации и постоянно обучаться. В таком бешеном ритме работы не каждый долго выдерживает. Пишет ведущий специалист в городе Тольятти. Плюсы. Оклад 27500. Для кого-то может показаться плюсом. Но учитывайте минус проезд, минус еда, минус нервы и ранний инфаркт. Что можно улучшить? Не буду расписывать про обучение, обычный прогон материала, но со скоростью света. Расскажу про другое. Почему-то не увидел этого в отзывах. Как себя позиционирует Сбер? Снаружи мы слышим такие громкие слова. Блокчейн, бигдата, машин лернинг, эджайл. А теперь просто заглядываем вовнутрь обычного контакт-центра. Для тех, кто никогда не работал в контакт-центрах, все, что я пишу, может показаться нормальным. Но для тех, кто работал в других подобных местах, сравните. Итак, что мы имеем? Расположение офиса максимально неудобное. Достаточно открыть панораму на карте. Транспортная 26. Это два здания, соединенные друг с другом. Четырех- и девятиэтажные. Итого 13 этажей на каждом этаже примерно 100 человек. Итого 1300 сотрудников. Есть парковка, но она очень маленькая. В основном все паркуются на газонах вне территории. Первое, что сразу бросается в глаза, ни одного кулера с водой. Ни в одной компании такого не видел. Захотел попить, покупай или наливай из крана. Второе, раздевалки маленькие. На 100 сотрудников на этаже примерно 50 шкафчиков. Если удастся отжать шкафчик, то закрывается он на обычный ключ, как в пятерке. И подходит ко всем остальным. Кто не уместился, для тех есть общий шкаф. Но нужно тащить свою же вешалку из дома, еще и наклеить на нее скотчем бумажку со своей фамилией. Чувствуете инновации? Три туалеты. Мужской. На один этаж две кабинки. И один писсуар. В женском две-три кабинки. Рабочее место. Стулья колхозные. Самые дешевые, которые нашли. Спина и шея через неделю будут болеть. Мониторы 22 дюйма. Разглядеть в них куча букв и цифр довольно сложно. Компьютеры слабые, будто остались со времен Windows XP. Открывать в них по 10 вкладок и 20 программ это вечные зависания и тормоза. Если вы когда-то звонили на линию и долго ждали ответ, это не оператор тупой, а инновационный компьютер. Сбера виснет. Летом, кстати, температура в офисе доходила до плюс 37. Про кондиционеры тоже забудьте. Они там для вида. Четыре. Столовая. Столовая на первом этаже хорошая. Цены низкие. Средний чек 140 рублей. Но на обед дается только 30 минут. И если вы в это время в звонке, это ваши проблемы. Нереально в час пик с 12 до 14 успеть покушать. Особенно тем, кто работает на верхних этажах. Ведь из-за пандемии в лифте можно ездить только по одному. Еще и очередь. И касса в столовой только одна. Столовая также есть для тех, кто носит еду с собой на каждом этаже. Но она очень маленькая. Меньше я нигде не видел. Примерно 12 квадратных метров. Никаких плюшек в виде бесплатного кофе, чая и сахара. Забудьте. Там стоит кофе автомат. Покупай. Можно ли после этого считать компанию инновационной, технологичной, идущей в ногу со временем. Для сотрудников точно нет. Вот такая хуйня малята, вот такая бигдата. Консультант. Город Воронеж. Плюсы. Один из огромных плюсов работы в Сбере, то, что можно работать сразу после окончания вуза, без опыта работы, как и я устроилась. Есть полный соцпакет, который при трудодостойстве дается каждому работнику. Ну и конечно молодой, дружный коллектив. Что можно улучшить? Перерыв на отбить с полчаса до 45 минут. Жрать не даете, товарищи. Жрать хотим. Консультант. Город Выборг. Плюсы. Сильная программа обучения. Дополнительные ресурсы с курсами для желающих развиваться. Бонусная часть заработка. Соцпакет. Хорошее оснащение рабочих мест. Особенно тщательно относятся к обеспечению средствами защиты в ковидные времена. Что можно улучшить? Коллектив подобран в рандомном порядке. Работают совершенно неподходящие друг другу сотрудники. Отсюда атмосфера натянута, недоброжелательная. Порядок работы по звонку в зал, по секундомеру на обед и в туалет. Обед не более получаса. Но могут и выдернуть с него, вырывая ложку изо рта, если пришел клиент. Опять жрать не дают. Каждый день или неделю меняется правило игры. Сегодня мы продаем так, а завтра учитываем ваши продажи по-другому. Сегодня делаешь это, а завтра уже вообще не нужно. А нужно другое. Только успевай перестраиваться. Каждый день нужно было сделать план продаж. И если для новичка он был посильным, то впоследствии стал абсолютно невыполнимым. Даже в дни удачных продаж он был недосягаемый. В то время как руководитель территориального банка ежедневно требовал с руководителя отделения и выполнения плана и отчета. Почему он не выполнен, тварь? Требовал ежесуточного ответа на проделанной работе, количество обслуженных клиентов и причине, по которой продаж меньше требуемого. В свою очередь руководитель отделения давит на сотрудника. Обстановка очень неприятная, как в армии. То же, что в отделении может не быть людей в этот час или день. Либо там были нищие бабушки, либо продукт никому не нужен. Даже бесплатно. Никого это не волнует. Присела, получила замечание. Захотела пообедать, отпросить. Постоянные вопросы. Сколько, сколько. Постоянный стресс. Вечером разбор полетов. Как мало сделано и почему. Что в итоге. Почти все клиенты уже пообщались с консультантами и больше не хотят. При попытке обращения к ним, одни посылают открытым текстом. Иди нахрен. Другие просто убегают. Убегают и все. Отношение у клиентов сложилось недоброжелательное. За время работы ассортимент продаваемых продуктов постоянно менялся. Как и сама система и программа работы. Появились и подписки, и кинотеатры с игровыми приставками. Помимо карт и кредитов. Приложение для работы постоянно дает сбои, либо выдает ошибки, невозможность оформить продукт, на который уже уговорила клиента. Как на качелях. Стало понятно, почему в рассылке для сотрудников так много советов от психологов и различных мотиваторов. Наверное понимают сами, в каком психологическом задушевном состоянии работают эти люди. Какого хрена ее тот руководитель, который напрочь отбивает все желание работать за полтора месяца работы под ее начальством, всего два раза ушла домой вовремя. Все остальное время всегда задерживала после работы на полтора часа минимум. И это только меня касалось. Доводило до нервных срывов. Повышало на меня голос при клиентах. Добилось моего увольнения. Но даже после того, как я ушла по соглашению сторон, не оставило меня в покое. Собственно, поэтому и пишу жалобу. Катаю маляву. Ию не давала мне жизни на работе. Ну и постоянно пишет с угрозами даже после моего ухода. Пожалуйста, оставьте меня в покое, дорогая Ию. Ответ банка. Добрый день. Спасибо за отзыв. Ваше обращение внимательно рассмотрено. В ходе проверки факты, указанные в вашем обращении, не подтвердились с уважением. Мария Сбер. Каково? А. Наводит на определенные мысли. Отзыв. Работа в Сбербанке. Россия. Томск. Во время беременности. Мечта. Не работа. Достоинства. Удобный график. Заработная плата. Хороший коллектив. Близко к дому. Премии. Недостатки. Частые изменения правил. В 2017 году я устроилась в Сбербанк на должность консультант. Необходимо было пройти несколько испытаний, первое из которых это онлайн интервью через интернет. Дальше служба безопасности, собеседование в отделе по работе с персоналом, дали собеседование с непосредственным руководителем филиала. Спустя примерно месяц я устроилась на должность консультанта. Стажировка проходила 5 рабочих дней. Стажировка оплачиваемая. 4 тысячи рублей. Платят в том случае, если ты подходишь и тебя оставляют. В противном же случае. Бигдата не работает. Отзыв. Работа в Сбербанк. Кронштадт. Банк хороший. Вышестоящее руководство. Ужасное. Достоинства. Коллектив. Зарплата. И все. Недостатки. Опять же, вышестоящее руководство. Расскажу историю замечательной работы. Коллектив попался хороший. Работа, как и в любом банке, требует концентрации и внимательного отношения к клиентам. Я работал активно и со своими обязанностями справлялся на отлично. Имеется даже не одно похвальное письмо от начальства. Как вдруг на работе произошло ЧП, один из сотрудников похитил денежную сумму с кассы в размере 100 тысяч рублей. Целых 100 косарей для работников банков. Это нереально. Как и положено, заведующее отделением сообщило вышестоящему руководству северо-западного филиала Сбербанка России. Через несколько дней сотрудница была уволена по статье, а в отделении была организована проверка. Закончилась она тем, что под угрозой увольнения заставили написать заявление по собственному желанию заведующую и двух сотрудников, включая и меня. Основания. Их нет. Заявления были подписаны, после чего заведующую внесли в черных список банков. Нам повезло больше. Просто поменяли банк и все, через какое-то время. Мною было написано обращение в вышестоящее руководство. На что был получен ответ решение таких вопросов не в компетенции банка. Кто тогда их может решить? Большой-большой вопрос. Ну и напоследок Сберц тих. Я деньги в банк с утра понес, а там понизили проценты. Обидно было мне до слез. Такие не люблю моменты. Банки разные бывают, но не все им доверяют. Только ваш банк очень прочный, ведь учет в нем очень точный. Я кредит оформлю в банке, чтоб в Камбодже отдохнуть, чтоб купить ребенку санки и себе чего-нибудь. В банке счет открою срочный, заработать я хочу. Нужно знать мне очень точно, что проценты получу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!